приветствуем всех наших друзей наших родных и наших подписчиков вы на канале семья Азимова сегодня хочу начать свой ролик вот с такой вот красоты хочу сказать что вот эта большая орхидея она была куплена у меня 14 февраля и до сих пор стоит и хочу показать что орхидейка дала новый цветонос сейчас в алмарте продаются вот такие вот миленькие красивые мини орхидейки стоят они всего лишь 7,97 вот их цена и они продаются в цветочном отделе посмотрите как смотрится красиво по два цветоноса они маленькие вот горшочек всего лишь с мой палец очень красивенькие сегодня будет у нас короткий ролик я покажу как я делаю самсу и ко мне приедет сестренка моя Кристина с мужем и с ребенком Кристина наша она живет в Сакраменто штат Калифорния они приезжали в гости чтобы встретиться с братьями и их семьями которые приехали к нам недавно это видео с орхидеями было снято 19 мая а кадры которые увидите вы дальше они были сделаны восьмого мая так уж получается что у меня нету так много времени чтобы выпускать чаще ролики а заснятого материала у меня очень много поэтому я выкладываю все поочередно так как у нас и проходило всем друзьям желаю приятного просмотра как вы уже знаете из прошлого ролика нам в гости приехала семья моей сестренки которая живет в Калифорнии и мы решили их пригласить к нам на вечер и мне захотелось приготовить что-то не совсем не обычное и я решила сделать оладскую самсу точно зная что они ее еще не пробовали здесь Еберина перекладывает печенье в баночки которые у нас стоят на столе мы приучаем своих детей не открывать закрытые упаковки печень и конфет детям очень нравится это печенье и так как мы давно его не покупали то здесь они на него налетели я уже спекла лепешки и сейчас буду приниматься за самсу в этот самсу добавляется маленький кусочек помидора в моем случае я взяла помидорки черри разделила их на 4 части как хорошо и здорово иметь такого электронного помощника на кухне здесь я раскатываю тесто проверяю толщину и буду вырезать тесто тарелочкой толщина теста не должна быть слишком тоненькой или слишком толстой примерно как на манты с правой стороны вы видите рецепт можно просто нажать на паузу и переписать знаете очень хорошее решение вырезать круги маленьким блюдцем это очень удобно и быстро ладская самса готовится намного легче и быстрее чем слоеная края теста я смазываю просто водой для того чтобы тесто хорошо прилипало друг другу когда я монтировал этот ролик то поняла что не засняла вблизи как заворачивать эту самсу на середине теста мы выкладываем фарш сверху кладем помидорку затем мы подворачиваем сначала вниз а потом бока с нахлёстом и прижимаем все края верхушечку мы тоже с нахлёстом подворачиваем самса наша будет похоже как будто бы на самолете готовый самсу мы выкладываем на противень швом к верху вот привезли нам девочку понянчиться николку николка дмитриевна алиночка не надо соску давать если ребенок не хочет такая маленькая девочка к нам приехала из солнечного сакрамента да девочка это моя племянница алиночка тебе это будет двоюродная сестричка дэк а ты что сделал ты играешь с карандашами тебе интересно и что ты будешь теперь бумаги надо один ну хорошо возьми да нарисуй а лучше сложи все и и за столом хорошо пока я ходила проверить как там поживает николь моя красота решила маме помочь чтобы дело зря не стояло посмотрите как она все делает правильно я просто удивлялась но вот как не заснять вот такие вот прекрасные моменты моя красавица адельина спешит всегда не на помощь тут не выключая камера я вижу что у меня появился еще один помощник ну а эта красота продолжает продолжает маме помогать как я не старалась ее спустить она не хотела ни в какую вы просто понаблюдайте за этим чудом это такое умиление она помазала и носик свой смазала и ножки свои ну и в конце концов взяла и выпила воду имея такого ребенка мы совсем не скучаем ну а здесь готовый самсу нам нужно смазать только лишь водой я это делаю просто поставляю противень раковине открываю пранк и обильно смазываю водой самсу я выпекала при температуре 350 по фаренгейту а надо было на 445 а по цельсию это будет 230 градусов 30 минут готовую самсу мы смазываем обыкновенным растительным маслом тут я показываю айвовое варенье с грецким орехом а следующее это будет черешня с грецким орехом орех вставляется вместо косточки это такой наш чайный подносик к чаю я приготовила скромный но очень вкусный ужин все-таки самса она тоже отнимает время но она того стоит и еще я успела смазать торт наполеон у меня были готовые испеченные коржи белорус кушает узбекскую самсу как тебе ну неплохо дима не ест лук а в самсе у нас дима знаешь тоже дети не кушать лук а в мантах как милые лопать и даже ничего слова не говорят не чувствую ну в мантах там прям она много наложила я так сидел порой сбребал а тут неплохо все перемешано кристина это наша сестренка какая по счету 11 11 завтра уже улетаю до такой скромный ужин сделали на скорую руку жареный рис